всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно шить комплект из теплой шапочки и снуда в два оборота вообще я не планировала показывать пошив этого комплекта я шила этот комплект для себя и опубликовала фото в своей группе вконтакте и очень многие попросили показать как правильно шить такую шапочку и снут и так совпало что знакомая попросила шить для нее точно такой же комплект как у меня на этой шапочке не только заложены складки на макушке но и сделаны задние передние вытачки сделала вытачки я для того чтобы шапочка не была плоской а чтобы она немножечко держала свою форму шапочка шита из трикотажа ангора одна сторона снула также из ангоры вторая сторона снула из вязаного трикотажа сначала я покажу как раскроить снуд высоту снуда для взрослого я беру 35 сантиметров это высота снуда в готовом виде и так как я шапку и снуд буду шить только на швейные машинки то я добавляю еще припуски на швы 2 сантиметра такую высоту я делал в том случае если две стороны снуда будут из разного трикотажа если мы делаем снуд из одного вида трикотажа соответственно мы берем две высоты снуда плюс припуск на швы 2 сантиметра получается высота прямоугольника будет 70 сантиметров плюс 2 сантиметра это припуск на шов но теперь что касается ширины прямоугольника так как у меня будет снуд в два оборота то ширину прямоугольника я беру два с половиной обхвата головы это в том случае если ваша верхняя одежда допустим с капюшоном или с каким-то большим воротником и снуд вы будете надевать по верх капюшона или вот этого воротника например на куртке или на пальто если вы надеваете снуд на открытую шею то есть у вас допустим нет капюшона нет какой-то стойки на пальто просто допустим лацканы и шея открытая то два с половиной обхвата головы будет многовато можно взять примерно две целых три десятых обхвата головы я шью комплект на обхват головы 56 сантиметров я умножаю 56 на два с половиной и получаю 140 сантиметров ширина трикотажа как раз таки 140 сантиметров но я отрезаю кромку с обеих сторон если ширина вашего отреза будет больше то не забывайте добавлять припуски на швы если будет стачивать на оверлоке то добавляйте по 0 5 сантиметров с каждой стороны если на швейной машинке то можно добавить по 0 7 по одному сантиметру и теперь выкраиваем точно такую же деталь но из другого вида трикотажа у меня это ангора для пошива такого комплекта вы можете выбрать любой плотный трикотаж все зависит от того на какую погоду вы хотите шить комплект подойдет и футер с лайкрой и рибана с лайкрой можно сделать из трикотажа лапша видела такие комплекты очень хорошо смотрятся можно взять любой вязаный трикотаж можно взять трикотаж джерси две детали для суда лучше наложить друг на друга потому что в процессе кроя трикотаж может куда-то перекосить под вытянуться если детали отличаются по крови то их нужно осноровить то есть подрезать их и сделать их абсолютно одинаковыми также детали нужно сложить пополам таким образом и проверить длину бокового шва она должна быть одинаковой но теперь приступим к раскрою шапочки у меня после пошива шапки для себя остался еще такой отрез вообще из ширины 150 сантиметров получаются три шапочки снимаем две мерки это окружность головы и глубина шапки чтобы шапка не было в обтяжку на макушке а была свободной сверху я к мерке глубины шапки добавляют 10 сантиметров то есть мерка глубина шапки плюс 10 сантиметров это будет высота прямоугольника для шапки и плюс при пуске на швы для того чтобы определить ширину прямоугольника для шапки нам нужно определить коэффициент растяжимости трикотажа для этого берем линейку берем трикотаж и отмеряем 10 сантиметров например трикотажа и растягиваем его у линейки но тянем не до максимума тянем до комфортного растяжения понятно что мы можем очень сильно растянуть этот отрезок но комфортно ли нам будет в этом изделии потом если мы сделаем шапочку слишком узкой то она потом будет подниматься к верху то есть она не будет хорошо сидеть на голове если мы сделаем слишком широкую шапку например по окружности головы без минуса то она просто будет смотреться мешком на голове 10 сантиметров моего трикотажа комфортно растянулись до 11 с половиной сантиметров поэтому я 10 разделила на 11 с половиной у меня получился коэффициент 0,86 я беру мерку окружности головы и умножаю на этот коэффициент это будет ширина прямоугольника для шапки не забываем добавить припуски на швы по стороне ширины шапки деталь складываем пополам и отмечаем припуск на шов это будет у нас задний шов на шапочки так как я буду шапку шить на швейной машинки то здесь у меня один сантиметр также в начале видео я говорила что шапочка будет с вытачками то есть будет передняя и задняя вытачка длину вытачки делать примерно 56 сантиметров а ширина вытачки то есть раствор вытачки ну где-то полтора сантиметра мне будет задняя вытачка таким же образом я делаю вытачку спереди шавочки кстати по желанию, вытачки вы можете не делать. На второй стороне шапки я делаю точно такие же вытачки. Подрезаем трикотаж у вытачек, не забываем оставить припуски на швы. Деталь еще раз складываем пополам. Тот припуск на шов, который у нас будет сзади, оставляем не закрытым и на внутренней части шапочки углы я буду закруглять. То есть я произвольно просто закругляю уголок, отрезая лишний трикотаж, ну и конечно не забываем оставлять припуски на швы. Вторую сторону шапочки не трогаем. Ну а теперь приступим к пошиву шапки. Скалываем булавками задний шов, переходящий в вытачки. Скалываем булавками передние вытачки. Стачиваем задний шов и стачиваем обе вытачки. Можно делать это на оверлоке. Я буду шить на швейной машинке вот такой строчкой мелкий зигзаг. У меня это строчка 0,5. И я делаю максимальную длину стежка 4 миллиметра. Моя машинка хорошо этой строчкой шьет ангуру. Под лапкой трикотаж не вытягивается. Такая строчка эластичная, трикотаж хорошо растягивается и шов в процессе носки изделия не лопнет. Далее стачиваем вытачки. Буду стачивать этой же строчкой, но в конце строчки я буду делать длину стежка меньше и сводить строчку на нет. Строчку резко не заканчиваем, чтобы в конце вытачки не образовались уголочки. Плавно дострачиваем, пока строчка не будет идти параллельно сгибу. Закрепку в конце не ставим, а просто завязываем ниточки в узелок. Швы делаем в разутюжку. Вот наша шапочка. Складываем ее таким образом, чтобы шов был посередине. Это у нас верхний слой шапки. Можно здесь сейчас проложить строчку, но я сразу беру уголки шапки и закладываю их к центру. Прикалываю булавками. Из-за того, что мы делали вытачки, у нас срез, видите, немножко неровный, а на уголочек идет. Но строчку, которую мы сейчас будем делать, делаем прямой. Тут я стачиваю прямой строчкой. В начале и в конце строчки ставлю закрепки. Открытый срез обработаю зигзагом. Вы же можете обработать оверлоком, если он у вас есть. Верхнюю часть шапочки полностью подготовили. Теперь нам нужно стачать вот этот срез на внутренней части шапки. Просто стачиваем на швейной машинке, но не забываем оставить отверстие для выворачивания. В начале и в конце строчки ставлю закрепки и стачиваю этот срез мелким зигзагом. Еще не выворачивая шапку на лицевую сторону, сразу закреплю две макушки шапки. То есть две макушки на внешнем и внутреннем слое шапочки. Просто складываю две макушки пополам и по центру ставлю закрепку на швейной машинке. Раньше это делала я после выворачивания, то есть я вручную закрепляла обе макушки вместе. Так мне показалось сделать быстрее и удобнее. Теперь через отверстие, оставленное на внутреннем шве шапочки, я шапку выворачиваю на лицевую сторону. Шапка практически готова. Осталось поутюжить швы на шапке, поутюжить сгиб, который у нас будет идти со стороны лица и осталось зашить отверстие, через которое шапочку выворачивали на лицевую сторону. А теперь приступим к пошиву снуда. Берем две детали для снуда и складываем их лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками по двум длинным срезам. Если это у вас одно полотно, то есть один отрез из одного трикотажа, то просто этот отрез складывайте пополам и скалывайте булавками по длинному срезу. Стачиваем детали по длинным срезам. Я буду делать это на швейной машинке все той же строчкой мелкий зигзаг. Вы можете делать это на оверлоке. Я же показываю вариант для тех, у кого оверлока нет. Так как у меня это вязано трикотаж и чтобы он не распустился, по самому краю припуска я проложу точно такую же строчку. И теперь нам нужно стачать снуд в кольцо. Многие делают ошибку. На этом этапе просто складывают деталь таким образом и стачивают этот срез. Но после выворачивания у них ничего не получается. Чтобы правильно стачать этот срез, наш снуд, вот эту трубу, выворачиваем на лицевую сторону и складываем срез к срезу. То есть, в таком положении должен быть наш снуд. Два среза складываем лицевыми сторонами друг к другу и скалываем несколькими булавочками. И только тогда, когда два среза снуда мы скрепили в кольцо несколькими булавками, можно эту деталь вывернуть снова на изнаночную сторону. И, как видите, она не должна получиться сложенной в кольцо. Скалываем весь срез булавками по кругу. Вот так выглядит снуд на этом этапе, на изнаночной стороне. То есть, одна часть как будто бы вложена в другую. Срез, который мы скололи булавками, стачиваем либо на швейной машинке, либо на оверлоке. Не забываем оставить отверстие для выворачивания примерно 6-7 сантиметров в длину. Я сначала этот срез, убрала булавочки. И теперь через отверстие, которое я оставила, я снуд выворачиваю на лицевую сторону. Отверстие для выворачивания зашиваем потайными стежками вручную и утюжим все швы. И моя шапочка и снуд в два оборота полностью готовы. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok